Hello people and welcome to the lesson. Today we are going on working with verbs, with infinitives and gerunds and we are going on doing some exercises, revising rules and practicing our grammar skill. Итак, мы продолжаем работать с употреблением инфинитива и герундия, выполняем упражнения и тренируем наши навыки. Повторяем правила. Let's have a look at exercise 5, page 31. You are to open the brackets. Be very, very attentive. Будьте внимательны, когда вы раскрываете скобки. Правила можно положить перед собой, то, что мы брали на прошлом уроке, если еще не все запомнилось, и обязательно внимательно все проверять. Видео сейчас поставьте на паузу, и хоть в учебнике карандашиком, хоть в тетрадке выписывая только формы глаголы, глаголы выполните это упражнение самостоятельно. Реклама Реклама Суго сумма Каин Well, let's check Do you want to go out tonight? Yes, I hate staying in on Saturday nights I'm really afraid to do a bungee jump Well, most people are nervous about doing new things for the first time Oh no, I think I forgot to turn off the TV Don't worry, I remember you turning it off I'm sorry to tell you this, but I think we have just missed the train Well, it's no use worrying about it We'll have to wait for the next one I hope you managed without mistakes Now, let's have a look at some phrases and make up sentences about you Make – заставлять Hate – ненавидеть Enjoy – получать удовольствие Look forward to – ждать с нетерпением чего-либо Can't stand – не выносить Can't – не уметь Will – указатель будущего времени Точнее, не указатель, а формообразующее слово Let – позволять Don't mind – не возражать Want – хотеть Like – нравится И вторая колонка Watch TV Write letters Travel by train Listen to music Stay out late Help with the housework Tidy my room Walk the dog Become a teacher Visit my aunt Go shopping Здесь слова все понятны Давайте попробуем составить предложение Ваша задача – внимательно следить за тем, где использовать инфинитив, а где герой Поставьте видео на паузу и выполните это задание So, let's make up several sentences I hate Watching TV I can't stand Tidy my room I don't mind Walking the dog I like Traveling by train I make My family Help with the housework Make up your own sentences Составьте подобные предложения Это было Не сложно Now You are to pay attention to such a thing Обратите внимание на такую вещь, как Иногда употребление Герунтия или инфинитива Меняет смысл предложения I saw John cross the street I saw John crossing the street Очень похоже, но значение совершенно разное I saw John cross the street Я видела, что Джон перешел на другую сторону То есть я видела его уже на той стороне дороги I saw John crossing the street Я видела, как Джон переходил дорогу Но я не знаю, он перешел дорогу или повернулся и пошел обратно То есть я видела только часть действия В первом предложении я видела завершенное действие So I saw John cross the street I saw the whole action I saw John crossing the street I saw part of the action Remember this Легко запомнить Часть действия То есть действие не закончилось, оно еще продолжалось Инговая форма, как у континиуса И завершенное действие, безо всяких окончаний Opening the brackets Breaking with infinities and gerunds Продолжаем выполнять упражнения Раскрываем скобки и используем нужную форму Инговую или инфинитив Раскрываем по блогу Продолжаем 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 Т oh Подолжаем Delta spouses С taper trim Well, let's check Давайте проверим I think Tony's in the next room I heard him talking on the phone a moment ago Я слышала, как он разговаривал Договорил, не договорил, непонятно Harry felt something run across his hand But he didn't see what it was Он не видел, кто там по нему пробежался Значит, действие завершилось Mom could hear Kate singing in the shower while she made breakfast We stopped to watch an artist drawing portraits in the streets I saw the postman delivering the mail every day Managed Справились Вспомним, что такое to, что такое enough Too – слишком Enough – достаточно Итак, прочтем несколько примеров и объясним их Helen is too tired to do any homework She is so tired that she can't do anything Она настолько устала, что ничего делать не может Это домашка слишком сложная для меня То есть она настолько сложна, что я не могу ее сделать He is clever enough to fix the TV So he is so clever that he can fix it У него достаточно ума, навыков, чтобы починить телевизор She is not old enough to stay at home alone She needs to be older before she can stay at home alone Ей еще нужно подрасти, чтобы быть дома одной То есть она слишком маленькая или недостаточно взрослая Чтобы оставаться дома самостоятельно We've got enough sugar to make a cake So we have got so much sugar that we can make a cake У нас достаточно сахара На торт нам хватит Doing an exercise Делаем упражнение Перефразируем предложение Mary is so busy that she can't come out tonight Настолько занята, что не может выйти на улицу Mary is too busy to come out tonight Попробуйте перефразировать эти предложения самостоятельно Видео поставьте на паузу и поработайте с изменением предложений Well, James is so clever that he can solve this problem Настолько умен, что может решить эту задачу То есть у него достаточно сообразительности James is clever enough to solve this problem I have so much money that I can buy this expensive watch У меня столько денег, что я могу купить эти дорогие часы То есть у меня достаточно, чтобы купить I have enough money to buy this expensive watch They were so tired that they fell asleep during the film Они настолько устали, что они заснули во время фильма They were too tired to watch the film Слишком устали, чтобы смотреть фильм We have got so much food that we can give you some У нас столько еды, что мы можем поделиться То есть у нас её достаточно Он говорил настолько громко, настолько, простите, быстро, что было ничего не понятно Повторите, пожалуйста, правила А номер 7 на страничке 31 выполните письменно Вы должны будете продолжить предложение, используя инфинитив С частичкой или без частички to e или герундии Внимание! Ребята, которые приняли участие в Олимпиаде 19-го числа Освобождаются от этого письменного задания То есть Соня, Аня, Алиса и Алена Это задание не выполняют У вас за эту работу уже стоит честно заслуженная пятёрка Ну, люди, для сегодня это все До свидания!